Возможность проголосовать есть у тех жителей, кто в силу различных причин не хочет покидать своего жилья. Чтобы отдать голос, не выходя из дома, нужно заранее предупредить избирательную комиссию. Избирательный участок 33-88, порядок голосования, заявления. Подробное разъяснение от членов избирательной комиссии необходимо, чтобы голосующий мог разобраться в процессе. Пакет голосующему передают бесконтактным способом, соблюдая дистанцию. В нем вместе с бюллетенем находится памятка, ручка, маска и салфетка, пропитанная антисептиком. Для голосования можно пройти к себе домой, а после вынести заполненный бюллетень и опустить в специальную урну. Процесс приглашения членов избирательной комиссии на дом просто удобен. Можно было либо позвонить по телефону в территориальную избирательную комиссию, либо в участковую избирательную комиссию, либо может обратиться социальный работник, родственник, либо сам желающий проголосовать вне помещения. Можно было оставить заявление лично, зайдя на участок. Житель даже не обязательно сейчас указывает причину, по которой он хотел бы проголосовать на дому, как ему удобно. Многие жители такой возможности оказались рады и подчеркнули важность участия в процессе голосования. Я бывшая учительница. Хочу, чтобы учителей тоже ценили в нашей стране, уважали и относились все прекрасно. Удобно это? Ну, конечно. Особенно нам, пожилым женщинам. Или женщинам, мужчинам, какая разница. А так очень хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Всем крепкого здоровья. И всего-всего наилучшего. Спасибо большое. Чтобы наша страна процветала. Проголосовать на дому можно с 25 июня, предварительно известив об этом избирательную комиссию. Возможность принять участие в надомном голосовании у жителей Щелково будет до 1 июля.